Павлодарские прокуроры выявили в психоневрологическом центре здорового человека. Надзорный орган подал иск о признании его дееспособным, и судебная экспертиза это подтвердила. Это беспрецедентный факт. Понесут ли должностные лица ответственность за содержание в специальном учреждении человека в здравом уме? Все подробности у Майи Шуакбаевой. Светлана всю жизнь провела в лечебницах. До 18 лет в учреждении для детей с нарушениями развития. А после еще 16 лет в областном психоневрологическом центре. Недавно по итогам медицинской экспертизы суд признал девушку дееспособной. Я не могла доказать врачам, что я нормальный человек. И врачи меня даже не слушали. Даже многие сказали, нянешь, почему ты здесь делаешь. Ты не больной человек, ты должна быть на боли. Это не свой дом. Я говорю, ну а кому я могу это доказать? Светлане поверила только в воспитатель детского дома. Она полюбила девочку как дочь. По заявлению женщины, прокуратура открыла проверку в областном психоневрологическом центре. И инициировала иск о признании Светланы здоровой. На протяжении этих 16 лет проходил курс лечения. И нам не установлено, когда оно было излечено. Привлеченные специалистами прокурорского проекта установили, что динамика состояния здоровья была у пациента улучшена. Однако сотрудниками данного медучреждения не было на это обращено внимания. Картошка с мясом, винегрет, конфеты, кусочек сливочного масла, черный, белый хлеб и компот. Так выглядит примерный ужин каждого опекаемого в областном психоневрологическом центре. Сейчас здесь находится более 500 человек. Все они признаны судом недееспособными. Только законный представитель, директор психоневрологического центра или близкие родственники могут обратиться в суд, чтобы изменить решение. Если бы не помощь извне, Светлана бы продолжила жить здесь. Мы не видели основания. Дело в том, что психиатр весной и осенью ставила по диагнозу не обострение. Мы хотели, чтобы провели независимую экспертизу в другой области. Но нам было судом отказано. По итогам проверки прокуратуры, заместитель главного врача центра или от других должностных лиц получили дисциплинарные взыскания. Однако в профильном управлении не согласны с выводами надзорного органа. Мы не согласны именно с данной формулировкой о необоснованном содержании данного гражданина. Она была признана решением суда, Болгарского районного суда, была признана недееспособной. Соответственно, с 2008 года по настоящее время, то есть по сентябрь текущего года, этот гражданин находился в медико-социальном учреждении на законных основаниях. Светлане невероятно повезло. Она живет у своей воспитательницы из детского дома, называет ее мамой. Говорит, главная мечта о свободе сбылась. По мнению девушки в центре, где она провела полжизни, еще много тех, кого она считает здоровыми людьми. Но за всю историю учреждения Светлана единственная, кого признали недееспособной. Прокуратура обещает продолжить проверку областного психоневрологического центра. Майя Шуакбаева, Схата Мамбеков, Павлодарская область, Первый канал Евразия.